В канун профессионального праздника отчествовали работников Наринмарской электростанции. 14 сотрудников предприятия отмечены благодаростными письмами и грамотами за многолетний добросовестный труд. Можно ли решить проблему с сиротством в регионе? Вопрос опеки детей, оставшихся без попечительства, родителей рассмотрели на совместном заседании депутаты и главы поселения Нинецкого округа. В столице Заполярья завершился конкурс мастерства среди кондукторов. А в свои знания в сфере обслуживания пассажиров показали один из сотрудников автотранспортного предприятия. Здравствуйте! Подводим итоги пятницы. 21 декабря в студии Олега Танзейский. Мы начинаем. В самый короткий вследовой день в году, 22 декабря, «Энергетики России» отмечают свой профессиональный праздник. Этот день посвящен миллионам людей, несущих ежедневно в дома граждан страны свет и тепло. Накануне праздника окружных энергетиков поздравили представители исполнительной и законодательной власти города и округа, вручили благодарственные письма. Подробности далее. Современную жизнь трудно представить без электроэнергии. Этими словами начинался едва ли не каждый приветственный адрес. Накануне профессионального праздника чествовали окружных энергетиков. Хотелось бы пожелать вам благополучия в семье и профессиональных успехов. Датой создания электростанции в Нарьинмаре принято считать май 1959 года. По решению сполкома городского совета была создана дизельная электростанция коммунального хозяйства. Введен первый дизельный генератор мощностью 410 киловатт. За почти 60 лет существования организации удалось достигнуть многого. Сейчас мощность электростанции достигает более 38 мегаватт. Суммарная протяженность сетей более 343 километров. На обслуживании предприятия находится 112 трансформаторных подстанций. Основная цель, которую я еще раз повторюсь, это надежность. То есть вся работа на это настроена. Самый главный показатель для нас это надежное электростанции. Статистика которой является именно отключение потребителей. Последние где-то лет уже 5 есть тенденция снижения количества именно аварийных отключений. 14 работников Наринмарской электростанции были отмечены благодарственными письмами и грамотами за многолетний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в развитие предприятия. А развитие предприятия происходит на их глазах. Я когда пришел, было действительно турбины старые. Здесь был на улице отвал, так сказать, изоляционный, чтобы шум на старую пятую школу не влиял. Сейчас уже новое оборудование, новые турбины, уже качественно лучше. Подразделение Владимира Шутковского отвечает за сети города и поселка Искателей. В их задачу в том числе входит быстрое реагирование на экстренное отключение света. И если раньше, чтобы определить источник проблемы, приходилось ждать звонков от горожан, мол, столб упал, то сейчас автоматика сама определяет место и причину проблемы. Именно на то, чтобы определить, если отключение произошло здесь, на главном распределении устройств, то у нас начальник смены практически определяет сразу же, что где отключилось. И, соответственно, направляет аварийную бригаду в тот район. Ну, действительно, самое сложное – это поиск повреждения. Устранять его, ну, уже это дело второстепенное. В среднем на реагируем, ну, не больше часа. Алексей Асташов начинал электромонтером-верхолазом. Сейчас он начальник производственно-технического отдела. Говорит, профессия интересная, но, как в любом производстве, надо быть аккуратным. Особенно в работе с электричеством. Да, это опасно, но существуют нормативные документы, в том числе, которые позволяют обезопасить персонал и нас от того, чтобы не поражало током. А в конце торжественного собрания директор предприятия по традиции поздравил победителей конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню энергетики, и вручил родителям маленькие призы. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Вопрос социального сиротства обсудили депутаты окружного собрания совместно с главами муниципальных образований на заседании социальной комиссии, которая состоялась накануне в Наринмаре. Подробнее в материале нашего выпуска. Вопросы опеки детей, оставшихся без попечительства родителей, рассматривали на совместном заседании депутата и главы поселения Ненецкого округа. По мнению собравшихся, проблемы сиротства напрямую связаны с алкоголизацией населения, а сиротство в большинстве своем носит именно социальный характер. Поэтому принято решение, чтобы, во-первых, создать рабочую группу, на которой обсудить дальнейшие шаги. То есть мы знаем, что законопроект по алкоголю, вообще по борьбе с алкоголизацией, он на сегодняшний день есть, но я считаю, что он сырой и на сегодняшний день не рабочий. В ходе обсуждения депутаты сошлись во мнении, чтобы решить проблему сиротства, надо на местном законодательном уровне урегулировать вопросы реализации алкогольной продукции, вести ответственность за нелегальное распространение алкоголя на селе. А мы должны эти вопросы решать совместно. И чем будет у нас больше реальности, возможности для осуществления этих полномочий, не только самому комитету, а еще и главам, я думаю, мы сможем сдвинуть с мертвой точки. На перспективу в планах окружных парламентариев провести встречи с представителями городской власти, выяснить, как ведется работа в области опеки и попечительства в городе Нарьенмар, обсудить и выработать совместные пути решения этой проблемы. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В администрации Заполярного района рассмотрели проект решения о районном бюджете на предстоящие три года. Ознакомиться с главным финансовым документом могут все желающие на сайте zrnau.ru. Кроме того, он опубликован в официальном бюллетене Заполярного района и прошел публичные слушания. Проект бюджета сформирован в условиях действующего законодательства. Так, основные параметры районного бюджета сформированы по доходам на 2019 год в сумме 906 миллионов рублей, на 2020 год в сумме 873 миллиона, на 2021 год – 927 миллионов рублей. Расходы бюджета запланированы на 2019 год в размере 1 миллиард 179,1 миллиона рублей, на 2020 год – 898,6 миллиона рублей, на 2021 год – 123,6 миллиона рублей. Дефицит бюджета на очередной финансовый год запланирован в районе 273 миллионов рублей источником покрытия. Дефицит объявляет запланируемые остатки на счете района бюджета на 1 января 2019 года. На плановый период дефицит бюджета составил на первый год в нормальном периоде 23 миллиона рублей, на 2,9 миллиона рублей, на 2021 год – 6,6 миллиона рублей, на сумме 3,5 миллиона рублей. На предстоящих трехлетний период структура доходов районного бюджета не изменилась, доля налоговых и неналоговых поступлений составит 90,5% или 819 миллионов рублей. На плановый период доля собственных доходов вырастет до 99%. Наибольший объем поступлений обеспечивается налоговыми доходами, которые запланированы на 7,730 миллиона рублей, и преобладающую позицию занимает налог на доходы физических средств. На доле этого налога в трехлетнем периоде приходится порядка 96% налоговых доходов. На 19-й год запланированная ДПЛ в сумме 678,9 миллиона рублей, или с роста уровня 2018 года на 5,2%. В классном периоде также запланированная рост в ДПЛ в предыдущем периоде соответственно 5,5-6,7%. Остальные налоговые поступления запланированы на рост в ДПЛ в сумме и безначительного выливания динамики подрядов. Расходная часть районного бюджета в представленном проекте решения в сравнении с первоначальным вариантом претерпела значительные изменения. В частности, внесены поправки, связанные с изменением федерального законодательства в части увеличения минимального размера плата труда и предельной величины базы для исчисления страховых сносов. Кроме того, учтены замечания о контрольно-счетной палате заполярного района, а также предложения районных депутатов. Структура расходной части районного бюджета на 2019-2021 годы практически не изменилась. Наиболее значительная бюджета составляет расходы на жилищно-коммунальные в хозяйстве за 43% лет, а 507% на 2019 годы на плановый период пропорции такие же. Межбюджетный транспорт общего характера в бюджетном поселении составляет 23,7% или 279 миллионов рублей. На плановый период до межбюджетных транспортов увеличивается до 30%. Напомню, главный финансовый документ района размещен в открытом доступе на сайте zrnau.ru и публикован в официальном бюллетене Заполярного района. Пять наркозависимых зарегистрировано на территории региона в текущем году. Об этом на заседании антинаркотической комиссии сообщил нарколог окружного департамента здравоохранения Анатолий Горелик. По его словам, по сравнению с прошлым годом, количество наркозависимых остается примерно на одном уровне. Они не только снимаются, но и берутся на учет. При этом среди наркозависимых популярны растительные и синтетические канабиноиды, сообщил на заседании главный нештатный специалист нарколог Анатолий Горелик. Он также уточнил, что за 11 месяцев под наблюдением взято два пациента, с учетой снят один в связи со смертью от соматического заболевания, еще двое сняты в связи с воздержанием и один переведен в другую нозологию. Также окружной нарколог сообщил, что по его данным, в регионе 24 человека злоупотребляют или эпизодически употребляют психоактивные вещества. В 2018 году под наблюдение взято 13 пациентов, из них 10 впервые. Ненецкий округ переходит на выплаты по больничным листам без участия работодателя. С января 2019 года на территории региона стартует пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Подобная практика уже введена в 39 регионах страны. В частности, нововведения коснутся больничных листов, пособий для беременных и по уходу за ребенком. Рассчитывать и перечислять денежные пособия отныне будет не бухгалтерия предприятия, как это было ранее, а региональное отделение Фонда социального страхования. Также, по словам управляющего региональным отделением Алексея Чупрова, среди плюсов новой системы – независимость сотрудника от финансового положения работодателя. Это масштабный проект, который в том числе связан с разработкой и внедрением новых технологий, приема и обработки данных, кадровой подготовки, созданием соответствующего оборотного запаса денежных средств, необходимых для обеспечения бесперебойных выплат. Помимо упрощения процедуры выплат, новый порядок в первую очередь направлен на предотвращение мошенничества. В частности, речь идет о распространении поддельных листков нетрудоспособности. Что касается схемы предоставления больничных, то она не меняется, их следует приносить работодателю вместе с заявлением на выплату. После этого он должен будет передать информацию в Фонд социального страхования для начисления пособия напрямую. Напомню, что они будут выплачиваться только на карту МИР или через почтовый перевод. В регионе стартовала кампания по доставке детей в Тундру на зимние каникулы. Первыми сегодня, 21 декабря, на каникулы отправятся юные жители поселка Финдига и Учейский. Второй борт отправится в Харуту и Харивер 22 декабря. Всего же запланировано 7 рейсов в 15 отдаленных и труднодоступных поселений Нинецкого Заполярья. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта, этой зимой вертолет развезет по домам порядка 160 ребят. Заключительные рейсы кампании доставят на новогодние праздники школьников из поселков Каратайка, Варна, Камдрама и Усть-Кара с 28 по 30 декабря. Обратно в Наринмар обучающиеся начнут возвращаться с 9 января. Ежегодная администрация округа выделяет порядка 25 миллионов рублей на организацию полетов обучающихся к месту проживания и обратно. Школьный вертолет поднимается в небо четырежды в год. На летних каникулах, зимних – это декабрь и январь. Все профессии важны, все профессии нужны. В столице Заполярья завершился конкурс мастерства среди кондукторов. Соревнования проходили в несколько этапов – общественное, голосование, теоретические и практические задания. Свои знания в сфере обслуживания пассажиров показали 11 сотрудников автотранспортного предприятия. Кто же из них стал лучшим, расскажет Людмила Сидейская. Теоретический этап конкурса – настоящий экзамен. Состоит из нескольких заданий. Первые участники отвечают на 20 тестовых вопросов, которые напрямую связаны с их работой. Например, кондукторы должны знать законы, на основе которых человек пользуется льготами. Устав автомобильного транспорта, охрана труда, требования противопожарной безопасности, а также правила оказания первой медпомощи. Помимо теоретической части, есть и практическая. Она состоит из двух задач, на которые кондукторы отвечают устно. Автобус, шоу пассажиры, с двумя парамелами, в каком размере возьмете оплату за проезд. Одна пара может ввозиться бесплатно, а вторая пара – 37 рублей. Одна из самых опытных сотрудников автотранспортного предприятия – Галина Березовская. Она уже на протяжении 20 лет трудится в сфере обслуживания пассажиров. В 1998 году Галина Федорова устроилась в учреждение, так как попросту не могла найти работу. Но уже со временем поняла, что и дня не может представить без этой профессии. На смены приходит всегда в хорошем настроении, заряжает им окружающих людей. И прихожу все время в автобусы, я здороваюсь. Доброе утро, добрый день, настроение, чтобы было. Улыбнитесь, а день начался. Если дома, и у меня выходной, я прошу, девочки, пожалуйста, вызовите меня на работу, потому что дома хуже сидеть. Лучше я буду на работе. Всего конкурсантов 11. Оценивает их комиссия из шести человек. Это представители Департамента социальной защиты и сотрудники автотранспортного предприятия. Победителя определяют по количеству полученных баллов за все этапы. Таким образом, за каждый правильный ответ теоретической части участник получает по одному очку. Но учитывается и время написания теста. При равной сумме баллов выбирается претендент, который справился с заданием быстрее. А вот за практическое задание можно заработать до пяти очков. Во-первых, это конкурс, я считаю, что и для самих работников очень интересен. И вот даже уже в процессе подготовки они стали больше изучать документы, с которыми они должны работать. Ну, я считаю, что и, в общем-то, даже престиж поднимается в профессии, что не просто оторвало билетик, а человек реально работает. Конкурсы профмастерства проводятся в ЭТП ежегодно. Правда, раньше выявляли только лучших водителей и механиков. А вот кондукторы, которых в штате более 30 человек, соревнуются за победу впервые. Сделали положение. Департамент соцзащиты нас поддержал в этом, в нашем начинании. И возглавил его. То есть под эгидой департамента этот конкурс проводится. Они выделили финансирование на поощрение лучших кондукторов. Кстати, выбрать лучшего кондуктора помогли и жители окружной столицы. Общественное голосование проходило на сайте Наринмарского ЭТП. Таким образом, именно пассажиры определяли финалисты соревнования, которому присудили большее количество баллов. После подведения результатов – торжественный момент. За первое место вручается сертификат на сумму 25 тысяч рублей, диплом Департамента здравоохранения и труда социальной защиты, почетная грамота Наринмарского ЭТП Роговой Ани Степановой. Первый раз, как говорится, и блин, никому он вышел. Ну, конечно, очень приятно. И то, что благодарить хочу всех, кто нас поддержал, кондукторов и пассажиров, и коллектив наш. Большое спасибо им за это. Очень приятно было. Серебро завоевала Эльвира Тайбари. Ну, а третье место досталось Марине Суровцевой. Остальных участников наградили благодарственными письмами, грамотами и премиями. Кроме того, организаторы решили сделать конкурс традиционным. И уже в следующем году, в преддверии праздника автомобилистов, в Наринмаре вновь выявят лучших профессионалов транспортной сферы.